всем привет вы на канале кристостудио и в этом уроке мы с вами продолжим вязать шапочку для ребенка в первом уроке мы связали донышко для нашей шапочки и в этом уроке я покажу как чередовать цвета у нас второй цвет будет белый и как связать резинку для нашей шапочки и так дальше мы будем вязать основным узором без прибавлений поэтому будет все очень просто и надеюсь понятно нам нужно присоединить нить белого цвета который мы провяжем несколько рядов для этого мы уверен нить другого цвета протягиваем ее через петлю которая у нас находится на крючке и закрепляем с изнаночной стороны просто делаем узелок эту ниточку мы не обрезаем пусть она у нас будет ну а вот этот вот хвостик мы будем закреплять чтобы его не было видно чтобы он нам не мешал и чтобы вязание было у нас правильно итак переходим середину галочки соединительной петелькой делаем 4 воздушные петли и делаем столбик с накидом продевая крючок через окошко галочки и таким образом чтобы у нас этот хвостик лежал сверху крючка таким образом мы его закрепляем видите чтобы он у нас не болтался дальше делаем все тоже самое хвостик немножко подтягиваем вот он у нас с этой стороны уже закреплен вы можете его обрезать но не подрезайте под самый краешек так как он может выскочить дальше мы вяжем основным узором без прибавлений по кругу несколько рядов уже знакомым нам способом так как мы вязали последние два ряда в прошлом уроке шапочка в принципе не сложная в исполнении и даже новичок может попробовать связать я думаю у вас обязательно все получится а я думаю что Итак, я уже связала 3 ряда белыми нитками. И теперь буду переходить на персиковый цвет. Для этого я беру ниточку, которую я напоминаю, мы не обрывали. И просто ее провожу через петлю, которая у меня была на крючке. Давайте я еще раз повторю. Вот у меня белая нить на крючке. Я беру вот эту персиковую ниточку и вот так вот продеваю. Белую ниточку я затягиваю, но тоже не обрываю. И персиковой ниткой я продолжаю вязать дальше. Так чередую цвета. Можно по 2 ряда вязать, можно по 3 ряда вязать, как вам нравится. Чередуйте до тех пор, пока у вас не получится нужная глубина шапочки. Для вашего ребенка это все индивидуально. То есть тут уже по возрасту ориентируйтесь. Таблички вы можете найти в интернете. Глубина шапки и размер шапки на определенный возраст ребенка. Итак, вяжем еще несколько очередований. И будем вязать резинку. Завершаем нашу шапочку мы обвязкой резинка. Для этого нам нужно сначала провязать столбики с накидом. Делаем 3 воздушные петли в начале ряда. Затем вяжем в каждую потенциальную петельку по одному столбику с накидом. Первый столбик у нас приходится в окошко галочки предыдущего ряда. Следующий мы вяжем в столбик с накидом предыдущего ряда. Здесь также нужно сделать убавление, если ваша шапочка немножко широковата на ребенка. Ну, в принципе, я рекомендую всем сделать небольшое убавление. Уже смотрите по ситуации, насколько оно у вас будет больше или меньше. Но в любом случае сама резинка должна быть уже, чем шапка, чтобы шапка не спадала. Итак, убавление мы будем делать таким образом. Таким образом, вяжем не до конца столбик с накидом. Точно так же вяжем не до конца второй столбик с накидом. И делаем их с общей вершиной. Таким образом, у нас из двух столбиков с накидом получилась одна петля. Постарайтесь, чтобы в конце этого ряда у вас было четное число петелек, которые будут задействованы уже в следующем ряду. Теперь мы начинаем вывязывать узор резинка. Для начала мы набираем 3 воздушные петли. Затем мы делаем рельефный столбик. Как он делается? Мы делаем накид. И вводим крючок не в петлю, не в косичку, а крючок заводим за столбик с накидом предыдущего ряда. И захватываем рабочую нить, выводим ее на крючок. Дальше провязываем просто как обычный столбик с накидом. Это у нас получился внешний рельефный столбик. Затем нам нужно сделать внутренний рельефный столбик. Точно так же делаем накид. И крючок вводим уже спереди столбика предыдущего ряда. Затем захватываем рабочую нить и проводим ее на крючок. Вяжем столбик с накидом. Получается один выпуклый такой, другой как будто с другой стороны он выпуклый. То есть с изнаночной стороны он такой, как первый у нас с лицевой стороны. И так мы чередуем. Там, где у нас убавления были, мы продеваем крючок через один столбик из вот этой вот пары. Таким образом пропускаем вот этот столбик, который у нас был в паре. Вяжем следующий столбик. Так нам нужно провязать несколько рядов. Вы уже смотрите по своему усмотрению, как у вас получается глубина шапки, чтобы она была не слишком глубокая. Когда вы уже провяжете два ряда, вы будете видеть, что у вас довольно эластичное вязание получается в конце. И поэтому, собственно, и называется этот узор резинка. После того, как мы провязали несколько рядов, у нас получается вот такой вот узор. И теперь мы можем уже закончить наше вязание. В конце мы делаем соединительный столбик. соединяем первый и последний столбик. Делаем накид и проводим рабочую нить через петлю на крючке. И вытягиваем ее сантиметров на 5. И теперь нам нужно завязать здесь узелочек. И аккуратненько закрепить эту ниточку с изнаночной стороны. Вы можете также закреплять другим способом. Можно нитку вывести больше, то есть где-то сантиметров 20, вдеть в иголочку и тоже также аккуратненько с изнаночной стороны ее спрятать в петельках. Итак, вот такая шапочка у нас получилась. Ее можно носить весной и в холодные дни, летом. Приятного вам вязания! Надеюсь, вам понравился этот видеоурок. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok